Крысы наводнили Караганду. Такое заявление в социальных сетях делают жители города, выкладывая многочисленные видеосъемки. Горожане отмечают, что чаще всего грызуны поселяются возле мусорных контейнеров. 11 населенных пунктов сельского округа Алтн-Тубе Южно-Казахстанской области ждут появления в их газопроводе голубого топлива. Этот газопровод специалисты провели им еще в 2011 году. Начни изменения с себя. В Петропавловске прошла презентация под программы. По словам организаторов, эта программа направлена на модернизацию сознания и ее реализация пройдет через изменение поведения госслужащих. Крысы наводнили Караганду. Такое заявление в социальных сетях делают жители города, выкладывая многочисленные видеосъемки. Горожане отмечают, что чаще всего грызуны поселяются возле мусорных контейнеров. На этих кадрах, снятых на мобильный телефон, видно, как крысы безбоязненно прогуливаются по контейнерной площадке. Карагандинцы делятся подобным видео в соцсетях, заявляя, что грызуны наводнили областной центр. Комфортнее всего крысы чувствуют себя возле мусорных баков, куда свои отходы сливают крупные торговые объекты. В первую очередь продуктовые магазины. Развелись крысы из-за помойки, из магазина выкидывают остатки, пищи и все прочее. Теперь вот это все зальет, сейчас начнет потепление и все эти крысы пойдут в дома. Будут грызть кобеля и все прочее. В администрации района имени Казбекби города Караганды заявили, что уже имеются факты предупреждения и штрафов в отношении сотрудников фирмы «Горком Транс» за нерегулярный вывоз мусора. В данной ситуации содержимое мусорного контейнера магазина «Акжол», который находится за супермаркетом, не вывозился несколько дней. А все потому, что бизнесмены не заключили договор на вывоз. Но в ближайшее время ситуация улучшится, заверяют в компании «Горком Транс». Более того, в ближайшие дни коммунальщики начнут травить крыс на контейнерных площадках. «Непосредственно диротизацию на контейнерных площадках производит наша компания. Мы приступаем к этим работам в соответствии с сезонными погодными условиями. То есть на сегодняшний момент эта работа нами ведется подготовительная. В ближайшее время после потепления и благоприятных погодных условий мы приступим к диротизации. В частности, проблемный участок, который по Ежаново 36, Ежаново 52 дома, люди обращались в местный спортивный орган, там в первую очередь будет проведена работа по диротизации». Что касается уничтожения крыс в подвалах жилых домов, то уже заключен договор с компанией «Санлаб». Выделены деньги. Об этом Аким района Татьяна Шатохина сообщила в ходе брифинга в службе региональных коммуникаций. «Выделено на это 5 миллионов 67 тысяч тенге. Укажу на что, разъясню на что. Именно диротизация в домах без хозных, то есть чтобы не было распространения грызунов на соседние дома. Далее в тени этого вопроса по льду недавно была в одном из телеканалов информация по Ежаново 55, контейнерная площадка грызу. В данный момент диротизация там осуществлена и будет осуществляться еще, потому что отморок будет мониторинг и осуществляться еще будет. И это не только по этой контейнерной площадке». Подлежащая к обработке площадь составляет около 340 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день в районе имени Казыбекбе обработано 446 объектов. До конца весеннего периода планируется обработать подъезды и подвалы еще 154 безхозяйных домов. «Ядовая приманка, брамадилон называется, это обычное зерно отравленное, 0,25% яда здесь. Действует в течение двух суток». 11 населенных пунктов сельского округа Алтн-Тубе Южно-Казахстанской области ждут появления в их газопроводе голубого топлива. Этот газопровод специалисты провели им еще в 2011 году. «Сколько можно обманывать? Когда уже газ дадите?» Житель села Косагаш, Фархад Каракулов требует четкого ответа от всех ответственных лиц. Аксакал, говорит, уже устал от постоянных обещаний, потому и слов особо не выбирает. «В 2012 году у нас начали строительство. Вот уже 6 лет трубы стоят, а газа нет. Куда правительство смотрит? Сколько можно обманывать народ?» Сельчане чиновникам больше не верят. Говорят, так долго терпение не испытывают. Каждый день в населенном пункте Культобе проходят сходы. Народ требует от власти действий, а не обещаний. Но представители местной исполнительной только разводят руками и точных сроков не называют. «Сейчас обследовали 10 километров сетей. Обнаружены порывы. Как только все устранят, тогда и можно будет говорить о подключении газа». К решению проблемы подключились и партийцы в результате. Отвечать приходится тем, с кем даже не консультировались при разработке первоначального проекта «Газовика». «Сейчас определили, откуда мы должны начать. Вот первые 10 километров, если мы до майских праздников закончим, получается уже первые результаты данной работы уже будут у нас». «К сожалению, сейчас подать газ мы не можем. Это вопрос безопасности. Как можно подавать газ в газопровод, который имеет массу нарушений? Мы уже несколько раз выезжали на объект. Сейчас проинспектировали 10 километров. Выявили более 200 нарушений. Почти все они на стыках. Как только все будет устранено, начнем работы по подключению газопроводов. Главное, чтобы подрядчик поскорее закончил». И даже если подрядчик справится, газ получат жители только двух сел – Косагаш и Алтентубе. Жителям остальных девяти сел сельского округа придется подождать. К слову, решена проблема, которая и была камнем преткновения на протяжении всех этих лет. Построены и прошли техническую экспертизу полтора километра трубопровода, который и соединил газопроводы. То ли по чьей-то беспечности, то ли по халатности в первоначальный проект этот важный отрезок не включили. Потому-то и простояли все это время сети без газа. Начни изменения с себя. В Петербаловске прошла презентация под программы. По словам организаторов, эта программа направлена на модернизацию сознания, и ее реализация пройдет через изменение поведения госслужащих. Мероприятие прошло в формате встречи без галстуков с участием первых руководителей местных исполнительных органов. Как подчеркнул Галым Турсунбаев, программа направлена на модернизацию сознания. Ее реализация пройдет через изменение поведения госслужащих. Цель этой программы – достижение, улучшение качества работы, качества жизни населения, качества жизни общества через изменение самих государственных служащих. То есть для того, чтобы менять общество, мы должны меняться сами. Эти изменения, они достижимы. Но надо начинать эту работу и каждый день стремиться к какому-то улучшению. Вообще говорить о нашем департаменте, то запланировано ряд мероприятий, в том числе и культурных. Мы с этого года поставили перед собой цель посетить как можно больше театральных примеров. Мы сейчас запланировали акцию «20 добрых дел». По словам кураторов данной подпрограммы, они намерены провести масштабную трансформацию мышления государственных служащих, которые, в свою очередь, должны стать ключевыми агентами перемен. На сегодняшний день агентством сформирована проектная команда, утвержден состав. Определены менеджеры в территориальных департаментах и в самом агентстве. Руководитель регионального проектного офиса Рухани Жангру Жанарта Ласпаева говорит, что данная подпрограмма будет полезной для всех. Работы по ее реализации уже ведутся. Такое рассуждение, обсуждение, конечно, очень нужное на сегодняшний день. Люди, раскрепостившись, свои мысли свободно высказывают, и они приходят к одному мнению. Действительно, именно с чего нужно начать, чтобы измениться, изменить свое сознание. На сегодняшний день в нашей области очень много делается для того, чтобы реализовать полностью эту программу. Как утверждают специалисты, успехи в этой работе уже есть, и теперь их задача донести данную подпрограмму до всех государственных служащих и призвать начать изменения с себя.